В Сургутском районе 2141 выпускник. Конец мая, начало июня – это пора государственных экзаменов. Ольга Ивановна, расскажите, пожалуйста, какие предметы, помимо обязательных, чаще всего выбирают выпускники Сургутского района? Как показывает практика, самые востребованные предметы у выпускников девятых классов – это, конечно же, общество знания традиционно, информатика и география. Конечно, перечень предметов меняется у выпускников уже одиннадцатых классов. Остается также общество знания, но на второе-третье место выходит уже химия-биология. И, кстати, этот показатель уже сохраняется на протяжении последних двух-трех лет. Наверное, и ковид сыграл роль. У нас резко увеличилось количество выпускников, которые потом поступают в медицинские вузы. Сколько выпускников в среднем выбирают для сдачи ЕГЭ и ОГЭ английский язык? Вот помимо английского в Сургутском районе преподаются еще другие иностранные языки. Вот пользуются ли они тоже популярностью среди выпускников? Из года в год, наверное, вот такие предметы гуманитарной направленности, в частности литература, иностранные языки, они все меньше и меньше набирают популярности и меньше выпускников выбирают эти экзамены. Из года в год процентов 10, это около 50 человек, выбирают издавать английский язык. А в части французского языка, который также есть в ряде школ, выпускники, к сожалению, не выбирают этот предмет. Видимо, за ненадобностью потом для поступления. Немножко поговорим про подготовку к экзаменам. Как готовят выпускников к главному экзамену в их жизни в Сургутском районе? Есть ли какие-то дополнительные занятия, программы, курсы, возможно? Скажите, пожалуйста. Здесь, наверное, хочется сказать, что нет ничего более традиционного, как подготовка с педагогом, когда мы готовимся не только во время уроков, а любая подготовка должна носить системный характер. Готовиться мы начинаем, конечно, не в 11 классе, а гораздо раньше. Поэтому на первое место должна выходить, конечно, успешность у ученика, непосредственно заинтересованность, мотивация. Что делает школа? Школа создает условия для того, чтобы ребенок получал эти знания и дополнительно мог заниматься. Поэтому помимо дополнительных факультативов внеурочной деятельности по определенному предмету, который выбирает ученик, в школе организованы консультации. И отмечу, что это во всех школах есть определенное время, когда обучающиеся могут посещать эти консультации и прорешивать определенные материалы. Что самое важное, здесь надо понимать, вот если я сама тоже готовила выпускников КИГЭ, определенные есть темы, определенный блок вопросов. И мы видим тот блок, который западает, мы углубляемся в ту тему, восполняем знания, и тогда ребенок должен быть успешен. В выстраивании логических цепочек, то есть в зависимости от предмета, есть определенная специфика решения тех или иных заданий. Но помимо традиционных методов, мы пошли немножко дальше. И всегда я подчеркивала, что Сургутский район – это география, и поэтому как сделать равный доступ для подготовки в Локсово, в Угуте, в Русскинской, в Лямино, в Светомино, то есть в удаленных населенных пунктах. И мы заключили соглашение, и большое спасибо Сургутскому государственному университету, в частности и Политехническому институту при университете. Они нам оказывают большую помощь в подготовке наших выпускников. Это так называемые университетские субботы, когда лекторы могут онлайн проводить занятия для наших ребяток. Часть занятий и в очном формате проходят. Поэтому у ребят есть шанс подключаться, слушать, решать. Помимо этого мы привлекаем и наших педагогов, которые готовят стубальников, готовят ребятишек, которые показывают высокие результаты. Также проводятся консультации этими педагогами. Задача лишь школы объяснить, рассказать, проинформировать и обеспечить возможность ребятам поучаствовать в этих онлайн-консультациях. Учителя, которые готовят 100 банников, много ли их у нас в Сургутском районе? Такая тенденция вообще есть среди учителей? Вы знаете, в принципе, это уже закономерность. Тот педагог, который из года в год даёт хорошие результаты, русский язык, литература, английский язык, химия, биология, он и через год готовит выпускника. Ежегодно стубальников, конечно, бывает совсем немного. Максимально это где-то 6-7 человек на такое количество выпускников. И здесь, конечно, это отдельная педагогия. Массово нет таких педагогов. И, наверное, нет такой необходимости, потому что всё равно педагог, он видит ребёнка. И он действительно понимает, что вот этот ребёнок может быть и силой своего старания получить большое количество баллов. Есть ряд, конечно, ребятишек, которым достаточно перейти порог и получить вот те баллы, которые они заслуживают. Но если ребёнок действительно целеустремлён, мы должны, мы обязаны сделать всё, чтобы он набрал максимальное количество баллов. Ольга Ивановна, в связи с последними изменениями у выпускников появилась возможность пересдать предмет ЕГЭ. Если бы такая вот возможность была в прошлом году, сколько бы ребят воспользовались ею? Насколько актуальна новация для ребят с Ургутского района? Это очень хорошая актуальная новация. Мы действительно его приветствуем. Конечно, всегда надеемся, что у нас не будет таких обучающихся. Но если бы такая новация была в прошлом году, то три обучающихся выпускника, надеюсь, успешно бы смогли сдать математику и получить эти статы. Поэтому, если мы говорим даже о математике, о предмете, можно пересдать 5 июля. Я надеюсь, что выпускник будет подготовлен, если идёт на пересдачу, и получить все шансы перейти порог, получить эти статы и в первой-второй волне поступить в ВУЗ. Чего не было раньше. Выпускник пересдавал только в осенний период и, соответственно, он лишался возможности поступить в ВУЗ или в какое-то учебное другое заведение. Поэтому у каждого выпускника есть в этом году шанс 4-5 июля пересдать один из предметов, по которому он не набрал пороговое значение. Но при том, что результат первый будет полностью аннулирован. И поэтому, если мы будем пересдавать и на более худший результат, то мы будем иметь уже более худший результат. Выпускные и последние звонки в связи с рядом ограничений, связанных с проведением массовых мероприятий. Хотелось бы поинтересоваться у вас, как пройдут последние звонки у выпускников и будет ли торжественная линейка? Торжественная линейка будет, конечно. И у любого выпускника в этом году будут и последний звонок, и будет выпускной. С соблюдением всех мер безопасности мы к этому уже привыкли, поэтому ничего неожиданного не будет. Мы проведем их в актовых залах, мы проведем их в больших холлах, в рекреациях школ. Все сценарии уже написаны, и завтра они стартуют. Поэтому 24-25 по выбору школы у нас пройдут последние звонки. А 28-29 июня торжественно вручение аттестатов. И я очень надеюсь, что 100% наших выпускников все получат заслуженные аттестаты. А участие родителей тоже допускается? Да, обязательно участие родителей допускается. В этом году нет никаких ограничений. Поэтому я думаю, что школу уже давно все этот вопрос проработали. И завтра пройдут и послезавтра самые важные торжественные мероприятия в жизни наших выпускников. Следующий этап, который проходит большинство выпускников, это поступление в высшее учебное заведение или среднеспециальное учебное заведение. Ольга Ивановна, расскажите, пожалуйста, какие учебные заведения в основном выбирают выпускники Сургутского района, какие направления, в каких городах и что им нравится больше? В первую очередь, конечно, мы всегда ориентируем наших выпускников на вузы нашего округа, города Сургута, Хантамансийска. И ряд выпускников, надо сказать, что поступает. И в прошлом году, как показала опять так же практика, достаточное количество поступило в Сургутский государственный педагогический университет на профессию педагога. Ну, наверное, здесь мы тоже ведем какую-то определенную работу, ряд мероприятий, для того, чтобы поступили и вернулись в школу педагога. И надо сказать, что есть у нас такие выпускники. В прошлом году 12 педагогов из числа молодых специалистов пришли работать в наше учреждение образовательное, и они закончили вузы непосредственно нашего округа. Далее география расширяется. То есть, в первую очередь, это Тюмень, Екатеринбург, Томск, Самара, Омск. И небольшая часть, конечно, поступает в ведущие вузы нашей страны. Это Москва и Санкт-Петербург. Так, среди выпускников в прошлом году у нас есть уже сейчас студенты и МГУ, и РУДН, и РАНХЕКС Академии при президенте Российской Федерации. Аналогично, выпускники у нас учатся в Санкт-Петербургском госуниверситете, в Санкт-Петербургском политехническом университете. Особой популярностью пользуется Российский университет нефти и газа. Поэтому география самая разнообразная. Отмечу еще и в Казань. Наши ребятишки часто поступают, в УФУ поступают, но здесь непосредственно направление именно нефтегазовое. Отсюда, если говорить о профиле, то, конечно, ориентация немножечко меняется. Это медицинские вузы, это направление, связанное с нефтегазовой промышленностью, это информатика, кибербезопасность, также вырываются в лидеры это направление, экологическое направление и педагогика. Возвращаются ли они работать в муниципалитет, домой? Статистику, конечно, такую сложно вести, но вот даже наблюдая и встречаясь с нашими выпускниками, часть, конечно, возвращается. Конечно, только часть. Хотелось бы, чтобы большая часть выпускников, конечно, приносили пользу родному району, родному округу. Делаем все возможное. Привлекаем ряд мер для привлечения специалистов. Если я говорю про педагогов, то ряд мероприятий, в том числе и компенсация найма жилья, определенные выплаты, методическое сопровождение, система наставничества. Я думаю, все эти меры должны в какой-то мере привлекать наших выпускников. Но вот, будучи сама педагогом, выпустив ряд классов, сейчас вот наблюдая за этими ребятами, многие уехали в крупные города, получили образование, поработали. А сейчас смотрю, они вернулись. Они живут в родном ленторе, работают, в том числе и в администрации города. Поэтому мне приятно, когда наши дети возвращаются и уже работают на благо.